Время новостей на телеканале ЖТСУ Об этом стало известно сегодня в ходе селекторного совещания правительства под председательством премьер-министра Оскара Мамина. Как отметил в своем выступлении министр здравоохранения Алексей Цой, снизились показатели репродуктивности инфекции, занятости коек, а также количество вызовов скорой помощи. В регионах создан достаточный запас лекарственных средств, а количество выздоровевших от COVID-19 превысило 63%. Таким образом, по словам министра здравоохранения, при сохранении положительной тенденции и дальнейшей соблюдении масочного режима и гигиены, с 3 августа в Казахстане возможно будет начать поэтапное смягчение карантинных мер. В связи с чем ожидается открытие торговых центров и домов, крытых, продовольственных и непродовольственных рынков, детских кабинетов коррекции, дежурных групп в детских садах, салонов красоты и парикмахерских. При этом сохраняется запрет на все виды массовых мероприятий – работу ресторанов, ночных и игровых клубов, музеев, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей и аквапарков. Нам необходимо улучшить текущие показатели эпидемиологической ситуации. Сегодня министерством здравоохранения представлен план поэтапного снятия карантинных мер. С учетом складывающейся динамики, в течение этого месяца мы рассмотрим данный план на заседание Государственной комиссии и примем соответствующие решения. Также в ходе селекторного совещания был рассмотрен вопрос массового перехода экономики в онлайн-режим в период пандемии. Так, с начала года отмечается рост продаж розничной торговли через интернет и увеличение объема безналичных операций. Как отметил министр торговли и интеграции Бахат Султанов, в первом полугодии объем электронной торговли Казахстана вырос более чем в полтора раза. К другим темам. Помощь от заботливого сердца. Общественное объединение инвалидов Камхот-Журек подарило Капшигайской городской больнице два детских аппарата ИВЛ и четыре кислородных концентратора. Инициатором благого дела выступила Лязат Салыкова. В социальных сетях общественница объявила сбор средств. Общими усилиями удалось собрать 631 тысячу тенге. На эти деньги, помимо дорогостоящих аппаратов, куплены и переданы в больницу необходимые лекарства и градусники. Медицинские работники, в свою очередь, отмечают, что помощь сейчас крайне необходима и актуальна. Мы благодарны. Благодарны обществу инвалидов, населению за поддержку, за понимание. И аппаратов таких нам бы еще побольше. Один, два. Это пока, конечно, для деток погоду можно делать. Только начало сейчас заболевания, детки сейчас пошли. Дальше, мне кажется, к осени будет еще больше. Хотелось бы побольше такой помощи. Спасибо большое. Мы максимально потратили вот все-все-все до копейки, чтобы каждый человек, который внес свою лепту, был доволен, чтобы он знал, что это дошло до адресата. И сегодня было очень приятно то, что сотрудники больницы говорят, что они на самом деле в этом очень сильно нуждались, что это очень нужно. Поэтому от себя лично говорю каждому, кто принял участие во всем этом, спасибо. Берегите себя, берегите своих близких и обязательно всегда нужно оставаться человеком. Восемь кислородных концентраторов доставили в центральную больницу Коксулского района. Благотворительное содействие в лечении земляков оказали неравнодушные граждане общественной организации и меценаты. Стоит отметить, что по инициативе местного населения и Акимата района также на постоянной основе обеспечивают продуктами питания и хостоварами медицинских работников, стоящих на передовой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией. Помимо этого, социально уязвимым слоям населения раздали более 14 тысяч масок и оказали помощь продовольствием почти на 10 миллионов тенге. Добавлю, с начала пандемии в Коксулском районе выявлено 90 случаев заражения COVID-19 и пневмонии. Из них 44 выздоровели и 46 находятся на лечении. На сегодняшний день по борьбе с коронавирусной инфекцией нам население оказывает тоже большую, огромную помощь. На сегодняшний день к нам от общественных организаций поступают кислородные концентраторы, которые необходимы нашим пациентам. Хочу от лица наших сотрудников, нашей больницы, выразить огромную благодарность населению, которые, Акимату, общественным организациям, которые нам оказывают такую благотворительную помощь в лечении наших пациентов. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21.30. Субтитры создавал DimaTorzok